Представьте, как было бы здорово, если у вас, например, колода находится в изначальном порядке или в том порядке, в котором вам необходимо. В процессе демонстрации фокусов перемешивать карты разными способами, может быть, даже делать это одной рукой, но, тем не менее, сохранять положение каждой карты в колоде. Такая техника называется ложное подснятие, и сегодня мы с вами обучимся именно этому. Приветствую вас, друзья! В этом видеоролике мы с вами продолжаем изучение карточных фокусов и на этот раз остановимся на фальшивых или ложных подснятиях. Многие из вас спросили, чтобы я сделал такое обучение. Пожалуйста! Также спешу вам сообщить, что послезавтра в моем инстаграм будет проведен очередной розыгрыш очень крутой колоды. Так что переходите по ссылке в описании, подписывайтесь, следите за обновлениями и выигрывайте. Но прежде чем мы начнем, если вам нравится контент этого канала и вы хотите поддержать меня в его создании, смело нажмите на соответствующую кнопку под роликом прямо сейчас. Если вы на канале впервые, подписывайтесь не раздумывая, вам здесь непременно понравится. Первые 15-20 минут после загрузки видео я активно отвечаю на все ваши комментарии. Не хотите пропустить этот момент и чтобы вам пришло соответствующее уведомление о выходе нового ролика? Смело нажимайте на колокольчик, после чего можете приступать к просмотру. И еще один момент. Вы так много мне задаете вопросов, как в комментариях, так и в личных сообщениях ВКонтакте и Инстаграм. А на многие эти вопросы я уже отвечал в рамках своих предыдущих роликов. Поэтому всех новых подписчиков я призываю, перейдите в раздел видео и посмотрите все другие ролики, которые я уже делал ранее. В каждый из них я вкладывал свою душу и каждый из них ответит на огромное количество ваших вопросов. В общем, вроде бы все сказал. Приступим к обучению. Начнем мы с вами обучение теперь уже по традиции с обзора карт, которые сегодня будут использоваться. На этот раз, как вы можете заметить, в моих руках находится колода Animal Kingdom от компании Teoria 11. Дизайн коробочки выполнен полностью вручную, как передняя, так и задняя ее часть. Она очень приятная на ощупь, потому что при печати использовалось тиснение. И тут есть очень много разных мелких деталей, которые вы будете уже сами рассматривать, когда приобретете эти карты. Внутренняя сторона коробочки тоже очень красиво пропечатана. Теперь давайте рассмотрим с вами сами карты. Для начала рассмотрим с вами рубашки этой колоды. Как я уже сказал вам ранее, дизайн этой колоды исполнялся полностью вручную. И поскольку это все рисовал человек, тут есть некоторые нюансы, которые делают эту колоду так называемой one-way deck. То есть вы можете заметить, что здесь относительно меня в правом нижнем углу есть немного оранжевых чернил, которые заступают за вот этот черный ободок. На противоположной стороне такого нет. Поэтому если вы разложите все карты вот этим заступом, например, от себя, после чего дадите выбрать карту зрителю, он ее пока будет запоминать, вы ее возьмете обратно, перевернете и положите в колоду в другом положении. Позже вы сможете ее безошибочно отследить, просто всмотревшись в дизайн рубашек. На этом принципе можно построить несколько очень сильных фокусов. Теперь перейдем к лицевым сторонам этой колоды. Джокеры здесь разные, что является достаточно существенным минусом, если вы собирались покупать эту колоду для использования в фокусах. Потому что, как правило, джокеры одинаковые и это позволяет их использовать как дубликат. В этом случае, как вы можете заметить, это не так. Туз пик выглядит вот таким образом. Тот факт, что эти карты нарисованы полностью от руки, придает, конечно, дизайну особенный стиль. И выглядит это достаточно неплохо. Все остальные тузы выглядят, собственно, как обычно. И, как можете уже заметить, индексы красных карт все равно черные. Это тоже очень большой минус при использовании этой колоды в качестве колоды для фокусов. Потому что это делает красные карты менее узнаваемыми для зрителя. Создает такой небольшой диссонанс. Если, например, вы будете предлагать зрителю выбрать карту вот так, и он там остановится, например, вот так, на красной карте. Он будет очень долго думать, красная эта карта все-таки или черная. Карты с цифрами выглядят вот так. Каждая из этих пик, кстати, нарисована в отдельности, вручную. Что делает, конечно, эти карты очень уникальными. Но, как я уже сказал ранее, мне не нравится, что здесь индексы исполнены в таком же цвете, как и в черных картах. В общем, вот таким образом выглядят все масти этой колоды. Все карты с цифрами. Карты с картинками тут очень прикольные. Потому что каждая масть в этой колоде, она посвящена определенной среде обитания животных. В частности, пики – это Арктика. Тут вы можете заметить пингвина. Потом у нас идет белый медведь. Морж. Трифы – это болото. Здесь вы видите жабы или лягушка, как кому нравится. Это енот. Какой еще енот? А королем у нас является крокодил. Черви – это у нас поля, луга, пустыни и все остальное. То есть, вы видите, что валет черви – это зебра. Король черви – это лев, царь зверей. Ну, а бубновая масть – это джунгли. Тут мы видим попугая. Вот он выглядит вот так. Так, это у нас леопард, судя по всему. И, так как где у нас король? А вот король бубновый – это обезьяна. Кстати, вы можете заметить, что у короля черви по традиции, видите, меч проходит сквозь голову. То есть, даже сопределен такой маленький нюанс. В общем, карты с картинками в этой колоде – это, конечно, плюс. Но, понятное дело, что не для использования в фокусах, а просто для разглядывания. То есть, для игры в карты они, в принципе, подойдут. Очень классный дизайн, который можно рассматривать очень долго как с лицевой стороны, так и со стороны рубашки. Но для фокусов я все-таки сказал бы, что эта колода не очень хорошо подойдет. Что касается ощущений от использования этих карт, то здесь недополнительно спрессованный сток. То есть, толщина этих карт достаточно большая. Они очень плотные, что, конечно, усложняет их использование. После того, как подержал карты дополнительно спрессованные, такие как, например, последние карты от компании Teoria 11 и Illusionist, уже эти карты не очень приятно держатся в руке и хочется их отложить и взять в руки другую колоду. Ощущения в руках от этой колоды напоминают мне ощущения, которые я испытывал, когда пользовался картами Medallions или картами Monarchie от компании Teoria 11. То есть, он достаточно грубый, плотный. Нужно прикладывать немножко больше усилий, когда вы делаете такие элементы, например, пружинка. В общем, будьте к этому готовы, когда будете покупать эту колоду. По одному доллару с продажи этих игральных карт компания Teoria 11 будет отправлять в Мировой фонд защиты дикой природы. Где-то здесь вот на Тузе Пик вы можете прочитать World Wildlife Fund. Мне, конечно, очень сложно понять, каким образом производство игральных карт, которое делается из бумаги, которое делается из деревьев, может поспособствовать сохранению дикой природы. Но это, конечно, не мое дело. Начнем с вами с, пожалуй, вот этого подснятия. Оно одно из самых практичных и известных. Используется большинством профессиональных иллюзионистов всего мира. И делается следующим образом. Прежде чем я начну, я хотел бы напомнить левшам, что нужно делать все то же самое, что делаю я, только наоборот, в зеркальном отражении. Таким образом, это обучение будет для вас максимально продуктивным. Изначально вы перехватываете карты из дилерской позиции в Мхват Пидл. Для того, чтобы вспомнить, какие существуют хваты колоды, переходите по подсказке или по ссылке в описании и смотрите соответствующий видеоролик. Теперь вам необходимо сделать верхнее подснятие. Для этого вы указательным пальцем правой руки отделяете примерно треть игральных карт и переводите вот таким вот образом, в моем случае, влево. Теперь основанием большого и указательного пальцев левой руки вы перехватываете эту стопочку и, расслабив ход, помещаете ее в дилерскую позицию. Это шаг номер один. Теперь вам необходимо разделить оставшиеся в правой руке карты примерно пополам, вот таким образом, и освободить ваш безымянный палец. Сейчас вы поймете для чего. Следующим шагом является подмена вот этой стопочки и той, которая находится у вас в левой руке. Происходит она одновременно, для того, чтобы это ложное подснятие выглядело еще более убедительным. И делается вот так. То есть, первое, что вам необходимо сделать, это стопку, которая у вас находится в левой руке, схватить вот таким образом. То есть, безымянным пальцем с передней стороны и большим пальцем правой руки с задней. Держится она вот так. Так, а стопочку, которая у вас находится теперь посередине, то есть, которая была нижней, вы перехватываете здесь, точно так же, как мы делали это только что, исполняя верхнее подснятие. То есть, основаниями указательного и большого пальца. Переводите вот так в левую руку и расслабляете хват. Таким образом, карты помещаются в дилерскую позицию. Теперь все, что вам осталось сделать для того, чтобы завершить это подснятие, это сделать последний третий шаг, забрав вот таким образом верхнюю стопочку, после чего положив вот эту стопку, то есть, которая изначально была взята сверху колоды, обратно наверх. Таким образом, все карты приходят в изначальное положение, и ложное подснятие считается исполненным успешно. Теперь давайте сделаем это еще раз, на этот раз немножко побыстрее. Разделяем вот таким образом колоду, то есть, делаем верхнее подснятие. Примерно треть, больше не надо. Теперь разделяете оставшиеся карты пополам, освобождаете безымянный палец и делаете подмену. Забираете одну и вытягиваете другую. Теперь забираете вот эту верхнюю стопочку, которая была средней, и оригинальную верхнюю стопочку возвращаете обратно наверх. Таким образом, карты не перемешиваются, хотя выглядит это именно так. Раз, два, три. Вот таким образом делается это подснятие. Я сейчас покажу вам его немножко под другим ракурсом в замедленном действии, но если вам что-то было непонятно, пересмотрите видео еще раз, и я уверен, что вы его очень быстро освоите. Друзья, для того, чтобы выучить это, одноручное фальшивое подснятие, вам, конечно, придется постараться, потому что оно обязует вас не только уметь делать технику этого подснятия, но еще и обладать хорошей растяжкой ваших пальцев. Я не думаю, что вам стоит какое-то отдельное упражнение искать для того, чтобы тренировать вашу растяжку, потому что в рамках этого обучения вы и так прекрасно растянете ваши пальцы. Но, тем не менее, именно благодаря этой сложности это подснятие и выглядит красивым, убедительным и очень эффектным. Для того, чтобы обучиться этому подснятию, его нужно разделить условно на несколько частей, и прежде чем приступать к полноценному изучению всего подснятия целиком, я думаю, что нам с вами необходимо освоить подснятие Revolution. Подснятие Revolution – это одноручное подснятие, которое основывается на подснятии Шарлье, которое мы уже с вами недавно проходили в отдельном видеоролике, посвященном подснятиям игральных карт. Если вы его не помните, переходите по подсказке или по ссылке в описании и освежайте это в своей памяти, потому что подснятие Revolution основывается именно на подснятии Шарлье. Это как бы его более прокачанная и красивая версия. Для того, чтобы его выполнить, вам необходимо перевести колоду из дилерской позиции в вилочный хват. Для начала вы большим пальцем разделяете колоду примерно пополам, но для того, чтобы вам было немножко легче обучаться, изначально делите колоду не пополам, а в целях обучения берите небольшое количество карт сверху, то есть примерно вот столько. Теперь, расслабив хват, мизинцем и указательным пальцами вы позволяете нижней стопке упасть в вашу ладонь. Вот так. Теперь вы концентрируете все свое внимание именно на верхней стопочке. Указательный палец вы переводите вот в это положение, то есть с передней стороны этой конструкции вот сюда вбок. И теперь верхнюю стопку вы зажимаете большим и указательным пальцами, то есть вот таким образом, и держите ее только этими пальцами. Обратите внимание на ваш мизинец, он должен находиться именно здесь, для того, чтобы карты в этом месте не начали падать вниз. Теперь, как я и говорил ранее, сосредотачиваем свое внимание именно на верхней стопочке и указательным и большим пальцами начинаем ее вот так прокручивать. И как только вы начинаете прокручивать эту стопку вот таким образом, вы ваш безымянный палец перемещаете к мизинцу, то есть вот к нижней грани колоды, которая находится у вас в ладони. То есть происходит примерно следующее. Вы находитесь вот в таком положении, и ваш безымянный палец перемещается вот сюда. Таким образом, вы, начиная прокручивать, смотрите, сразу же перемещаете сюда ваш безымянный палец. Для чего это нужно? Для того, чтобы, когда вы прокрутите до вот этого положения верхнюю стопочку, вы могли ее перехватить вашим безымянным пальцем с легкостью вот так и продолжать докручивать ее уже полностью на 180 градусов. Здесь, как можете заметить, подключается средний палец, который не позволяет картам упасть вот отсюда. И теперь смотрите внимательно. В процессе этого прокручивания указательный палец, естественно, вот таким образом приподнимает вот эту стопку в вертикальное положение и сам прячется под всей этой конструкции в согнутом положении. Теперь вы практически завершили это подснятие, и все, что вам осталось сделать, это большим пальцем, оказывая воздействие на вот эту стопку с этой стороны, просто закрыть его вот так. А указательный палец вытащить из-под колоды, и, собственно, все. Я понимаю, что даю вам достаточно много разных нюансов, и, возможно, вам сложновато за всем уследить, но именно и в этом заключается прелесть видео. Вы можете перемотать его обратно и посмотреть все еще раз. На скорости это подснятие выглядит вот так. Разделяете колоду на 40-х, насколько вам необходимо для начала лучше брать немного, переводите ваш указательный палец вот сюда, начинаете прокручивать, безымянный палец перемещается вниз этой конструкции, перехватывает верхнюю стопочку, докручивает до конца. Средний палец тут все это дело придерживает указательный, как вы видите, приподнимает нижнюю стопку в вертикальное положение, и теперь вы закрываете это подснятие. Таким образом делается подснятие Revolution. Я надеюсь, что я вам понятно все объяснил. Оно, да, сложноватое, но я уверен, что вы его освоите, приложив определенное количество времени и усилий. Выучив подснятие Revolution, вы можете переходить к изучению всей тасовки целиком. И именно сейчас нам понадобится растяжка ваших пальцев. Как я сказал ранее, не надо сейчас бежать искать какие-то отдельные упражнения для тренировки вашей растяжки. Растягиваться будем именно в процессе изучения этого подснятия. Оно делится на три условных этапа. Первый этап заключается в том, что вы отделяете две трети снизу и переводите вот так наверх, удерживая в таком положении. Потом повторяете это движение, но уже с пачкой в вашей ладони вот так. И завершаете все это подснятие подснятием Revolution. Таким образом колода приходит в изначальный порядок. Давайте разбираться с каждым отдельным этапом этого подснятия. Первый этап делается следующим образом. Вы указательным пальцем разделяете колоду примерно вот так, то есть отделяете две трети вот в этом месте, то есть в правом верхнем углу нижней части колоды. То есть указательным пальцем отделили вот таким вот образом две трети. И теперь выдвигаете нижнюю стопочку вперед, освобождая ваш указательный палец. И одновременно с этим вы позволяете верхней стопочке просто упасть вот так наверх. То есть вы не держите ее здесь большим и средним пальцами, а просто расслабляете хват, и она вот таким вот образом лежит наверху. От полного падения на пол ее предостерегают безымянные и средние пальцы сбоку, а бизинец сзади. То есть она вот таким вот образом лежит наверху. Теперь все, что вам необходимо сделать, это указательным и большим пальцами вытянуть нижнюю стопочку из-под верхней. Вот так. Это сложно делать медленно. Но тем не менее именно в этот момент и нужна ваша растяжка пальцев, потому что сейчас я очень сильно растягиваю указательный от среднего. Теперь, освободив ее из-под верхней стопочки, вы переводите ее вот таким вот образом наверх в изначальное положение, в котором мы с вами находимся, когда делаем подснятие шарлия. То есть вот в это положение. Иными словами, вы отделяете вот таким образом две трети, переводите просто наверх и удерживаете вот в этом положении. Это достаточно сложное движение, его нужно потренировать отдельно, но тем не менее оно учится намного быстрее, чем, например, подснятие революшн. Так что уделите ему ваше время, и как только вы его освоите, можете приступать дальше. Второй этап представляет собой то же самое, что и первый, но с небольшим исключением. Когда вы отделили две трети снизу и перевели вот таким образом наверх, вы готовы сделать это еще раз, но на этот раз уже с пальчикой, которая у вас находится в ладони. То есть вы снова указательным пальцем вот так разделяете то, что у вас вверху, теперь уже просто пополам. Выводите вот так указательный палец, то есть выводите его немножко вперед, чтобы освободить. Эта стопка теперь просто балансирует сверху, и вы вытаскиваете все, что у вас есть в левой руке, то есть то, что у вас есть в ладони, вот эту стопочку, и стопку, которую вы держите указательным и большим пальцами, и переводите вот так наверх. Никакой сложности у вас с этим движением тоже не будет, если у вас получается первый этап. Потому что когда вы разделяете здесь вот так стопку пополам, и начинаете выводить ее наверх, указательный палец абсолютно спокойно удерживает и ту стопку, которая у вас находится в ладони, переводя ее практически в вертикальное положение, что обеспечивает отсутствие всяких разных заминок вот в этом месте. То есть вот эта стопка, она никак с этой не соприкасается, и здесь нету никаких проблем. Все спокойно переводится наверх, и теперь вы готовы завершить это подснятие, сделав третий этап, то есть подснятие революшн. Таким образом у вас получается три этапа. Первый вы переводите две трети наверх, потом делаете это движение еще раз, но уже со стопкой, которая у вас была в ладони, и теперь просто делаете подснятие революшн. Сделав это на скорости, вы получаете красивое и элегантное, фальшивое подснятие одной рукой. Я могу тут бесконечно рассказывать вам всякие нюансы и тонкости исполнения всех этих подснятий, что сделает этот видеоролик не 10, не 15-минутным, а часовым. Но я думаю, что намного быстрее вы все поймете, когда возьмете карты в ваши руки и начнете пробовать делать все эти приемы. Основную часть обучения я вам рассказал. Все микроскопические нюансы и особенности ваших рук и движений ваших пальцев вы уже поймете в процессе изучения. Сейчас я сделаю все то же самое, но немножко под другим углом и в замедленном действии. И в завершении скажу, что это подснятие можно использовать не только как фальшивую тасовку, но и как флориш в отдельности, потому что оно в принципе очень самостоятельное, выглядит красиво практически с любого угла. Также можно его еще использовать как проявление карты зрителя. Например, вы даете зрителю выбрать какую-нибудь карту, потом ее контролируете наверх и говорите о том, что сейчас найдете ее одной рукой. Раз, два, три. И проявляете, например, вот так. То есть у вас есть разные варианты использования этого подснятия. Оно очень практичное, очень эффектное. Я желаю вам удачи в его освоении. И на этом, пожалуй, закончу. Друзья, имейте в виду, что все эти ложные тасовки выглядят еще более убедительнее, если вы их делаете просто в процессе общения со зрителем. Понятное дело, что не нужно на них акцентировать ваше внимание. Просто общаясь со зрителем в процессе подачи вашего фокуса, перемешивайте карты либо в одной руке, либо в двух руках, создавая иллюзию того, что карты перемешиваются и в колоде создается хаос, и вы уж точно ничего там не придерживаете. Именно поэтому нужно максимально отточить все эти приемы, чтобы вы могли в процессе исполнения трюка быть полностью сосредоточенным лишь на подаче фокуса и ни в коем случае не отвлекались на все эти движения. Подписывайтесь на мой инстаграм и группу ВКонтакте, чтобы оперативно отслеживать все мои новости. Но если это видео вам понравилось, нажмите на соответствующую кнопку под роликом. Рассказывайте об этом видео вашим друзьям, подписывайтесь на канал, и мы обязательно увидимся с вами в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok